В Македонии на референдуме по вопросу переименования страны в Северную Македонию более 90% участников проголосовали «за». Однако на пункты голосования пришли только 36% избирателей. Согласно закону страны, это означает, что референдум потерпел неудачу. Переименовать Македонию уже 27 лет требует Греция, где есть провинция с таким же названием. В июне власти обеих стран заключили соглашение о переименовании бывшей Югославской республики. После его выполнения Македония откроется путь в Евросоюз и НАТО. «Думаю, что оппозиции все граждане знают. Между нами и Греции нет и не может быть лучшего соглашения. Нет альтернативы членству Македонии в НАТО и ЕС». Премьер-министр Зоран Заев называет референдум успешным. Он намерен представить в парламент законопроект поправок в Конституцию. Глава правительства призвал депутатов поставить интересы страны и граждан выше политических убеждений. «Сейчас законодатели своим решением должны выполнить обязательство превратить Македонию в самое прекрасное место для всех граждан. В противном случае остается только один демократический путь – проведение досрочных выборов в парламент». Между тем, противники переименования Македонии празднуют победу и требуют отставки премьера. Низкая явка на референдум – это бойкот, к которому призывала македонцев оппозиционная националистическая партия. «Поскольку правительство не обеспечило достаточной явки, референдум провалился. Таким образом, Македония остается Македонией, а македонцы не будут северными македонцами». «Все мы – часть какой-то этнической группы. Если утратить свой язык, культуру, то станешь пустым местом в этом мире. Сначала нужно полюбить своих граждан, и только потом сможешь любить весь мир». Националистическая оппозиция занимает 49 кресел в 120-местном парламенте. Этого достаточно, чтобы заблокировать проект изменений в Конституции.